всем добрый день всем моим подписчицам моим друзьям моим подругам всем кто меня смотрит добро пожаловать на мой канал я очень рада что вы со мной и сегодня я хочу вам рассказать о очках которые я купила какое-то время назад скорее вернее полгода назад меньше немножко я купила их осенью сейчас у нас скоро весна и я хотела вам как бы сделать обзор поделиться впечатлением своими своими мыслями про эти очки значит это очки бренда клоя выглядят они следующим образом вы их видели у меня на канале я снималась я вам про них рассказывала я рассказывала вам что мне не очень удобно что я не очень хорошо как бы себя ощущаю что это новые очки и прошло какое-то время у меня были определенные проблемы я сходила назад в оптику в которых я их заказывала мне там кое-что поменяли и вот я сейчас буду с вами делиться и рассказывать но это не только про очки это также про саму вот идею бифокальных линз потому что я сделала эти очки байфокал это у нас называется а по-русски бифокальные линзы сейчас я вам объясню в чем дело значит у меня зрение да я вижу очень хорошо а вблизи для того чтобы читать и смотреть компьютер смотри телефон мне нужны очки я плохо вижу и до сих пор у меня были очки обычные для чтения и далее у меня не было никаких очков когда я заказывал эти очки то хозяин оптики предложил мне сделать их бифокальные эти линзы потому что в принципе то теоретически это удобно когда у вас внизу вот собственно говоря вот это вот часть часть линзы сделано так что вы можете читать то есть вот эту вот нижнюю часть вы можете пустить глаза и читать а вот эйтика верхняя часть линзы вы можете смотреть стать вам и вам не нужно их снимать одевать причем идея что очки которые обычные надо чего чтения вы должны снимать когда вы смотрите талл а когда вы смотрите вблизи что то вы хотите прочитать вы должны снова надевать в этих же очках де ртам что вы можете в них все время находиться вдаль вы сможете и вы хорошо видите когда мужчину с прочист hayat Допускайте глаза, и вот эта нижняя часть, которая есть, оптическая, она будет способствовать тому, что вы будете смотреть на нее и читать. Давайте я сначала немножко вам расскажу про эти очки. Они, кстати, очень заляпанные у меня и очень грязные. Что-нибудь есть. Вот, я их немножечко сейчас почищу. Значит, я заказала эти очки в магазине у нас в оптике. Мне очень нравились, мне очень хотелось их заказать, потому что, во-первых, мне нравилась их форма, мне нравилось их, то, что они немножко тонированные, мне нравилось название, то, что это Клои. Знаете, мы все-таки люди... Тщеславие никто не отменял, мы любим бренды, хотя я не очень, но тем не менее, вот купилась я на это дело. Стоили они у нас очень дорого, я не помню точно, боюсь озвучить цифру. Сама оправа стоила долларов 350, что-то такое. Плюс еще оптика, вот это все, вот эти вот стекла специально вырезанные для этих очков. И я вам хочу сказать, что я взяла самый дорогой вариант класса Суперлюкс, что называется, потому что я эти очки, кроме того, что они бифокальные, эти линзы, они еще и меняют, становятся темнее или светлее, в зависимости от того, нахожусь я на улице, или нахожусь я на солнце, или нахожусь я в помещении. То есть, когда я выхожу на улицу, под лучами солнца, они становятся темные. То есть, они становятся солнцезащитные очки. То есть, идея в том, что я могу вообще в них ходить круглые сутки, не снимая их, выходя на улицу, находиться дома, смотреть дальше, читать в них вблизи. И, в общем, такие вот очки, которые на все случаи жизни всегда... Прошу прощения, это мне пришло имя. И всегда находиться в них, значит, все это стоило недешево. То есть, сама оправа, плюс вот эти вот стекла, плюс то, что они тонированные, плюс темные, плюс бифокальные, это стоило очень дорого. Я не помню сейчас точно сколько, но я вам хочу сказать, что в Канаде есть такая система, что у нас есть бенефиты на работе, то есть, всякие дополнительные плюшки, кроме моей зарплаты, которая у меня есть, нам еще дают деньги на всевозможные, так скажем, услуги. То есть, раз в два года я могу заказывать очки до какой-то определенной суммы. Мне, как бы, компания страховая, в которой находятся эти наши бенефиты, возвращают деньги. Но возвращают они какую-то определенную сумму, и поскольку у меня муж тоже имеет на работе эти бенефиты, то мы можем, как бы, клеим то, что называется, посылать эти чек, послать в мою страховую компанию, в его, в результате она возвращает двойне с его работы, с моей. В общем, поэтому то, что они стоили очень-очень дорого, на самом деле заплатила я за них немного, потому что очень много, большую часть суммы, которую я заплатила за эти очки, мне вернула страховая компания, моя и моего мужа. Ну, это такие наши канадские виалии, которые, наверное, может быть, вам неинтересны, но так просто я рассказываю то, что есть. Поэтому вот так. То есть, раз в два года мы можем покупать очки, нам есть страховка на дельтист, на пломбы, в общем, коронки, все вот это вот, массаж, физиотерапия, все, что стоит денег. Мы можем практически делать это бесплатно, потому что у нас есть вот эти вот эти бенефиты, которые нам возвращают денег. Значит, очки шли вот в таком вот чехле, ну, обычный стандартный чехол, чехол Клоя. Штучка такая, тряпочка для натирания стекол. Сами по себе очки, я вам должна сказать, что они очень удобные, они довольно легкие за счет того, что вот эта вот оправа металлическая, она очень, ну, тонкая, в принципе, они не тяжелые, они удобные, они не давят ни на что, они не оставляют, кстати, следов на носу, что очень важно, потому что почти все мои очки оставляют. Потому что, когда я снимаю, у меня такие здесь, получается, два красных пятнышка, что не очень красиво, эстетично. Вот. То есть, сама по себе оправа и сами очки, я к ним не имею никаких претензий, они очень плотно, хорошо сидят на носу, они не сползают, они не падают, они никуда не сворачиваются, не кривятся, вообще ничего с ними не происходит, очки удобные. Что по поводу всего остального? Значит, я никогда не делала бифокальные линзы, и я хочу вам сказать, что я... Это была ошибка, я считаю, что это была ошибка с моей стороны, потому что, да, теоретически это звучит очень удобно, что вы можете все время находиться в этих очках, и когда вам нужно что-то прочитать, то вам не нужно их снимать, а вы просто вот так вот подносите их, вернее, подносите то, что вы читаете, к глазам и опускаете глаза теоретически, и все вам видно, все вы можете прочитать. Я это рассказываю для того, что если кто-то из вас решится, вот, подумает о том, находится в процессе того, стоит ли ему заказывать такие линзы, то вот, может быть, послушав мой рассказ, вы поймете, что в этом плохого, и что в этом хорошего, и на что вам нужно обратить внимание, потому что это очень зависит от того, где вы работаете, в чем заключается ваша работа. Так вот, ну и плюс я делаю, так сказать, обзор на сами очки, саму оправу. Так вот, что касается бифокальных лиц, я хочу вам сказать, что я работаю с компьютером все время, и для того, чтобы... Я плохо вижу компьютер, если на мне нет очков, то есть те очки для чтения, которые я надеваю на себя, я в них читаю, и я в них смотрю в компьютер, потому что компьютер находится довольно близко, и мне как бы вот так вот нужно видеть. Теперь, поскольку в бифокальных линзах сама вот этот вот элемент, который, собственно, с диоптрией, находится как бы внизу, а вот здесь вот у меня нету никакого, никакой диоптрии, то я компьютер в этих очках смотреть, я ничего не вижу, я точно так же, как будто я без них. То есть неудобство заключается в том, что если вы работаете с компьютером, то вам такие очки совершенно неудобны и не подходят. То есть я научилась... Для меня сначала было довольно трудно, вот, допустим, если я... У меня есть какая-то бумага, и я должна была приспособиться к тому, что когда я хочу что-то прочитать, я должна... Моя голова должна находиться в определенном положении для того, чтобы вот эта составляющая оптическая попала на страницу, и мои глаза попали на нее, и все это вместе, значит, совместилось, и я бы смогла читать. Но я научилась это делать довольно быстро, и это не проблема. Единственная проблема у меня в том, что вот если я работаю, и мне нужно смотреть в компьютер вот так вот, вот так вот, или вот так вот я читаю, держу лист, внимание, вот таким вот образом, то я ничего не вижу в этих очках. То есть как будто бы у меня их нет. То же самое с телефоном. Телефон, в принципе, мы редко держим вот так вот, мы всегда его держим вниз, вниз, как бы смотрим, и когда вы смотрите вниз, то это окей. Но когда вы смотрите в компьютер, то вы не видите ничего, как будто бы на вас этих очков нет. То есть если вы заказываете себе эпифокальные линзы, вы должны понимать, что если вы работаете с компьютером целый день, так как я, то вы не сможете в них работать, а, в общем-то, будете их использовать только для чтения бумаг, телефонов, газет, писем, которые на кожу никто не пишет и так далее. Еще один момент по поводу того, что эти очки становятся темные на свету. То есть, когда я вхожу на свет, на солнце, они становятся темные, и мне не нужно надевать темные очки, я могу в них находиться. Это тоже удобно до определенного момента. Сейчас я вам объясню, до какого. Это тоже вы должны повзять во внимание, если вы работаете, например, в офисе, в котором очень яркий дневной свет. В офисе, в котором я работаю, на потолке висят очень яркие лампы дневного света. И когда я в офисе нахожусь в этих очках, то они думают, что я на улице, что на меня светит яркое солнце, и начинают темнить. Поэтому, когда я сижу в своем офисе, я как будто бы сижу в темных очках, и плюс ко всему я начинаю не очень хорошо видеть, потому что все-таки, когда... Вы не можете все время находиться в темных очках в помещении и смотреть куда-то вокруг себя. Это не очень удобно. Но мне, во всяком случае, это не очень удобно. То есть я должна как-то... Ну, в общем, темно у меня в глазах, вот так вот, грубо говоря. Мне просто темно в глазах. Помещение, в котором нет очень яркого света, это нормально. I'm ok. Но вот в помещении, в котором я работаю, работала... Сейчас я работаю там раз в неделю. Мы работаем с дома, поэтому я хожу туда раз в неделю. Но, тем не менее, даже раз в неделю я чувствую какое-то неудобство, и вот эта вот темнота в глазах мне как-то решает. Вот. А в принципе, идея хорошая. То есть идея в том, что у вас есть очки красивые, модные, современные, очень такие стильные, я считаю. Потому что мне очень нравится эта оправа. Я считаю, что она очень стильная, очень модная. Такая немножко стиль боха, стиль 70-х. И, в принципе, вот немножко вот это вот затененные стекла. Вы в них выглядите так, очень девушка в софистике. Это как-то по-английски называется, ну, как-то элегантно, изысканно, вот так, скажем, да? Ну, это мое мнение, девочки. Я не знаю. Может быть, вы так не считаете, но мне даже кажется, что они мне очень идут, эти очки. Что мне очень идет эта оправа. Я, кстати, тоже очень долго привыкала, потому что до этого у меня была оправа. Ой, у меня сейчас их нету с собой. Ну, может быть, вы видели в моих видео. Большие такие коричневые у меня была оправа Гуччи. Большие такие коричневые, черные, простите, стекла. Совсем я запуталась. Большая черная пластиковая такая оправа. И такая, знаете, как было модно вот несколько лет назад. Может быть, она до сих пор в моде, может, немножко уже вышла. Но вот было очень модно. Большие-большие такие, знаете, квадратные линзы. И такая черная оправа. И я к ним привыкла. И мне было очень трудно привыкать вот к этим очкам, потому что у них довольно такая оправа круглая. Немножко такая, знаете, немножко непривычная к глазу. И я все время, я в каком-то еще видео, по-моему, смеялась, что я похожа на черепах тортил в них. Вот. И помните, такая была одна у нас в таких круглых очках, и вот у меня были такие ассоциации. Но я привыкла к этой оправе, к себе в них, и мне она нравится. Единственное, что я вам хочу сказать, что вот эта оправа, так скажем, на выход и для красоты. То есть я не могу на работе, в принципе, я не могу в них находиться. У меня совершенно не от них никакого толку, потому что они темнеют, потому что я все равно компьютер не вижу. А вот так вот куда-то пойти, куда-то поехать, сесть где-то и что-то красивое такое, знаете, в таких клевых очках. Попытаться, если мне надо что-то прочитать, то мне не надо их снимать и надевать какие-то другие, или вытаскивать из сумки и надевать другие очки. Я все время на них нахожусь, и вот я могу всегда в них что-то прочитать. То есть это удобно, это красиво. Да, то есть если вам нужны очки для вот просто погулять, походить где-то и послушалась, то есть пообщаться с людьми, пойти в какое-то заведение, в ресторан, прочитать там меню, при этом не вытаскивая из сумки очков, а находясь в этих, то прекрасно, замечательно, вы в них будете очень красиво выглядеть. Но если вам нужны, допустим, для работы очки, то нет, вот бифокальные очки, тем более, которые линзы темнеют от яркого света, то вот как-то это не очень работает в моем случае, а уж в вашем, я не знаю, как вы должны сами решить, как вам лучше нужны вам такие очки или нет. Всё, вот об этом хотела с вами сегодня поговорить. Надеюсь, что вам было полезно, надеюсь, что вам было интересно, надеюсь, что вам понравилось моё видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Люблю, целую, ваши диты всегда с вами. Увидимся в следующем видео. Пока-пока-бай. Субтитры сделал DimaTorzok